Откровение Иисуса Христа Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он видел. Блажен читающие и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, Слава и держава во веки веков. Аминь. Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей. Аминь. Я, Есмь. Алфа и Омега. Начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет. Вседержитель. Я, Иоанн, брат ваша, соучастник, в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил «Я, Есмь, Алфа и Омега, первый и последний, то, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфес, и в Смирну, и в Пергам, и в Феатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир и по персям, опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобные Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, я есмь первый и последний, и живый, и был мертв, и сия жив во веки веков. Аминь». И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. «Тайна семи звезд, которые ты видел, десницы моей, и семи золотых светильников, есть сия. Семь звезд — суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть — семь церквей». Откровение, глава вторая Ангелу Ефесской церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий уходы слышит, что дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которая посреди рая Божия. «И ангелу Смирнской церкви напиши». Так говорит первый и последний, который был мертв и сея жив. «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы скусить вас, и будет иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». «Имеющий ухо слышит, да слышит, что дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». «И ангелу пергамской церкви напиши». Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой, Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу. Покайся. А если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышит, да слышит, что дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. И ангелу феотирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобные Халкаливану, знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене и завеле, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих, и детей ее поражу смертью. И уразумеют все церкви, что я есмь, испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим находящимся в феатире, которые не держат сего учения, и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их же злом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющие ухо слышать, да слышат, что дух говорит церквам. Откровение, глава третья И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит, имеющий семь духов Божиих и семь звезд, знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белой одежде, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцем моим и пред ангелами его. И ангелу в филадельфийской церкви напиши, так говорит святый истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю дела твои. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут, и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Сек, гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего. И имя мое новое. Имеющий ухо дослышит, что да уговорит церквам. И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и селся отцем моим на престоле его. Имеющий ухо, да слышит, что дух говорит церквам. Откровение, глава четвертая После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе. И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная Смарагду. И вокруг престола двадцать четыре престола, а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые обличены были в белые одежды, и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии, громы, и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые, суть, семь духов божьих. И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу. И посреди престола, и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждая из четырех животных имела по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят! Свят! Свят Господь, Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет!» И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда двадцать четыре старца падают пред сидящим на престоле, и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря, «Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Откровение Глава пятая И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела, сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. Я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, «Не плачь, вот лев от колена Иудина корень Давидов победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее». И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждые гусли, и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени. И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила сидящему на престоле. и агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили «Аминь». И двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков. Откровение Глава шестая И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей. И я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец. И вышел он как победоносный и чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее «Иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороный, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий «Хеникс пшеница за динарий, и три хеникса и чменя за динарий, елея же и вина не повреждай». И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, я отследовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Да коли владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них одежды белые. И сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смог свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякие раб, и всякие свободные, скрылись в пещеры и в ущелье гор. И говорят горам и камням, падите на нас, и закройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. И пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Откровение глава седьмая И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, воскресенье, исходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных, запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено двенадцать тысяч, из колена Рувимова запечатлено двенадцать тысяч, из колена Гадова запечатлено двенадцать тысяч, из колена Асирова запечатлено двенадцать Из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Монассиина запечатлено 12 тысяч. Из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Левина запечатлено 12 тысяч. Из колена Иссахарова запечатлено 12 тысяч. Из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч. Из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря «Аминь!» Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь! И начав речь, один из старцев спросил меня, «Сии, обличенные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему, «Ты знаешь, господин!» И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их, и водить их на живые источники вод, и отрёт Бог всякую слезу сочей их». Откровение, глава, восьмая. И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. «И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труп. И пришёл иный ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотый жертвенник, который пред престолом. И вознёсся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу, и наполнил её огнём жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труп, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зелёная сгорела. Вторый ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнём, не зверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек, и на источники вод. Имя сей звезде — полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Четвёртый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звёзд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так, как и ночи. И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба, и говорящего громким голосом «Горе! Горе! Горе живущим на земле! От остальных трубных голосов трёх ангелов, которые будут трубить!» Откровение, глава девятая Пятый ангел вострубил. Я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, «И вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие, и волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала, власть же ее была вредить людям пять месяцев. Царем над собою имела она ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполеон. Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя. Шестый ангел вострубил. Я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате!» И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные, головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей, ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Откровение Глава 10 И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лице его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать. Но услышал голос с неба, говорящий мне, скрой, что говорили семь громов, и не пишись его. И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу, и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что в времени, уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмый ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим, пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал, пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле. Я пошел к ангелу и сказал ему, дай мне книжку. Он сказал мне, возьми и съешь ее, она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладко как мед. И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладко как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих. Откровение глава одиннадцатая И дана мне трость подобная же злу и сказано «Встань и измерь храм Божий и жертвенник и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святый город сорок два месяца. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи обличены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их. И имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язвою, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь выходящий из бездны сразится с ними и победит их и убьет их. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиную и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Но после трех дней с половиной вошел в них ду жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них, и услышали они с неба громкий голос, говоривший им «Взойдите сюда!» И они взошли на небо на облаке и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих, и прочие объяты были страхом, и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. И седьмый ангел восструбил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря «Благодарим Тебя Господи Божий Вседержитель, который еси и был и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился». И рассверепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. Откровение глава двенадцатая И явилось на небе великое знамение Жена облеченная в солнце под ногами ее луна и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела в очревии и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женой, которой надлежало родить, дабы когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братья наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью агнца, и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. «И так веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змия, и там питалась в продолжение времени, времен и пол времени. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей, и рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии, и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Откровение глава тринадцатая И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него как у медведя, а пасть у него как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить ими его, и жилищи его, и живущих на небе. Войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные Агнчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И творит великие знамения, так что и огонь не сводит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Откровение глава 14. И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божиим. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. И другой ангел следовал за ним, говоря, пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертания на чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем. И дым мучений будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии, и веру в Иисуса. И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому. На голове его золотый венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. А иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника, и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, пусти острый серп твой, и обрежь грозды винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И стоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь источила даже до уст конских на тысячу шестьсот стадий. Откровение глава пятнадцатая И увидел я иное знамение на небе, великое и чульное. Семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, велики и чудны дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един Свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. И после сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую светлую льняную одежду, и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков, и наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. Откровение глава шестнадцатая И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделали жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил, праведен ты, Господи, который еси и был и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. И услышал я другого от жертвенника говорящего, ей, Господи, Боже Вседержитель, истинные и праведные суды твои. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему сжечь людей огнем. И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Шестый ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань, вон и великий день Бога Вседержителя. Все иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему на гимн, и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Седьмый ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий «Совершилось!» И произошли молнии, громые голоса, и сделалась в великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое! И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною с талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Откровение, глава семнадцатая И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле, и повел меня в духе в пустыню. Я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами, и жена обличена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость, семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть, и зверь, который был, и которого нет, есть восьмый, и исчезла семи, и пойдет погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли, и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих, и царь царей, и те, которые с ним суть званные, и избранные, и верные. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, есть люди и народы, и племена, и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Откровение глава 18 После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал! Пал Вавилон! Великая блудница! Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее, и не подвергнуться язвам ее». И грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое, сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести, ибо она говорит в сердце своем, сижу царицею, я не вдова и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сыжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут, и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучения ее, и говоря, горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой, и купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весонные парфиры, и шелка, и багреницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих, и плодов угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая, и говоря горе, горе тебе великий город, одетый весон и порфиру и багреницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство, и все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря, какой город подобен городу великому, и посыпали пеплом головы свои, и вопили плача и рыдая горе, горе тебе город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час. Веселись о сем, небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жорнову, и поверг в море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И голоса играющих на гуслях и поющих, играющих на свирелях и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет, не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе. И свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле. Откровение глава девятнадцатая «После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя!» спасение и слава и честь и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды его, потому что он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. И вторично сказали «Аллилуйя!» и дым ее восходил во веки веков. Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь!» «Аллилуйя!» И голос от престола и шел говорящий «Хвалите Бога нашего!» «Все рабы его и боящие своего, малые и великие!» И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных говорящих «Аллилуйя!» И бо воцарился Господь Бог Вседержитель! «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». И сказал мне ангел «Напиши!» Блаженный званный на брачную вечерю Агнца! И сказал мне «Сии суть истинные слова Божии!» Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне «Смотри, не делай сего! Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова!» Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. И увидел я отверстое неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. очи у него как пламень огненный и на голове его много диодим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя Царь Царей и Господь Господствующих. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря, всем птицам, летающим посредине неба, летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил, принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые, брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие, убиты мечом, сидящего на коне и сходящим из уст его. И все птицы напитались их трупами. Откровение глава двадцатая «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысячи лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысячи лет. Это первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет. Когда же окончатся тысячи лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли Гога и Магога и собирать их на брань, число их как песок морский. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол прельщавший их ввержен в озеро огненное и серное где звери лже пророк и будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол и сидящего на нем от лица которого бежало небо и земля и не нашлось им места. И увидел я мертвых малых и великих стоящих пред Богом и книги раскрыты были. И иная книга раскрыта которая есть книга жизни и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых бывших в нем и смерть и ад отдали мертвых которые были в них и судим был каждый по делам своим и смерть и ад повержены в озеро огненное это смерть вторая и кто не был записан в книге жизни тот был брошен в озеро огненное Откровение глава двадцать первая И увидел я новое небо и новую землю ибо прежнее небо и прежняя земля миновали и моря уже нет И я Иоанн увидел святый город Иерусалим новый сходящий от Бога с неба приготовленный как невеста украшенная для мужа своего И услышал я громкий голос неба говорящий «Се скине Бога с человеками и Он будет обитать с ними они будут Его народом и Сам Бог с ними будет Богом их» «И отрет Бог всякую слезу сочей их и смерти не будет уже ни плача ни вопля ни болезни уже не будет ибо прежнее прошло и сказал сидящий на престоле «Се творю все новое» и говорит мне «Напиши ибо слова сии истинны и верны» и сказал мне «Совершилось я есть алфа и омега начало и конец жаждущему дам даром от источника воды живой побеждающий наследует все и буду ему богом и он будет мне сыном боязливых же и неверных и скверных и убийц и любодеев и чародеев и идолослужителей и всех лжецов участь в озере горящем огнем и серую это смерть вторая и пришел ко мне один из семи ангелов у которых было семь чаш наполненных семью последними язвами и сказал мне пойди я покажу тебе жену невесту агнца и вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город святый Иерусалим который не сходил с неба от бога он имеет славу божию светило его подобно драгоценнейшему камню как бы камню яспису кресталловидному он имеет большую высокую стену имеет двенадцать ворот и на них двенадцать ангелов на воротах написаны имена двенадцати колен сынов израилевых с востока трое ворот с севера трое ворот с юга трое ворот с запада трое ворот стена города имеет двенадцать оснований и на них имена двенадцати апостолов агнца говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его город расположен четвероугольником и длина его такая же как и широта и измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий длина и широта и высота его равны и стену его измерил во сто сорок четыре локтя меру человеческую какова мера и ангела стена его построена из ясписа а город был чистое золото подобен чистому стеклу основание стены города украшены всякими драгоценными камнями основание первое яспис второе сапфир третье халкидон четвертое смарагд пятая сардоникс шестое сардолик седьмое хризалив восьмое верил девятое топаз десятое хрисопраз одиннадцатая гиацинт девянацатое аметист а двенадцать ворот двенадцать жемчужин каждые ворота были из одной жемчужины улицы города чистое золото как прозрачное стекло храма же я не видел в нем ибо господь бог вседержитель храм его и агнец и город не имеет нужды ни в солнце ни в луне для освящения своего ибо слава божия осветила его и светильник его агнец спасенные народы будут ходить во свете его и цари земные принесут в него славу и честь свою ворота его не будут запираться днем а ночи там не будет и принесут в него славу и честь народов и не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи а только те которые написаны у агнца в книге жизни откровение глава 22 и показал мне чистую реку воды жизни светлую как кристалл исходящую от престола бога и агнца среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни двенадцать раз приносящие плоды дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов и ничего уже не будет проклятого но престол бога и агнца будет в нем и рабы его будут служить ему и узрят лице его и имя его будет на челах их и ночи не будет там и не будут иметь нужды ни в светильнике ни в свете солнечном ибо господь бог освящает их и будут царствовать во веки веков и сказал мне сии слова верные и истинные и господь бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то чему надлежит быть вскоре все гряду скоро блажен соблюдающий слова пророчества книги сей я и он видел и слышал сие когда же услышал и увидел пал к ногам ангела показывающего мне сие чтобы поклониться ему но он сказал мне смотри не делай сего ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей богу поклонись и сказал мне не запечатывай слов пророчества книги сей ибо время близко неправедный пусть еще делает неправду нечистый пусть еще сквернится праведный да творит правду еще и святый да освещается еще все гряду скоро и возмездие мое со мною чтобы воздать каждому по делам его я есть сей алфа и омега начало и конец первый и последний Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне – псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие, любящие и делающие неправду. «Я, Иисус, послал ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух и невеста говорят «Приди!» И слышавший да скажет «Приди!» Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимает что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни, и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит «Ей гряду скоро! Аминь! Ей гряди! Господи Иисусе!» Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами! Аминь! Аминь!